Всем привет! С вами Раиль. Сегодня снимаю в такой необычной обстановке третий выпуск парафраз от Раиля. И сегодня у нас на повестке дня несколько тем. И главное из них это краудфандинг. Что такое краудфандинг? Я хочу вам рассказать о нем. Также рассказать вам о своем проекте в этой системе. А также ответить на вопрос, который мне задали в комментариях под видео на ютубе. Конечно, там несколько вопросов. В одном вопросе. Ну вот, все, попробую. На все вопросы попробую ответить. Начнем с первого вопроса краудфандинг. Что такое краудфандинг? По сути, это в переводе с английского называется народное финансирование. То есть краудфандинг это система финансирования стартаперов или людей, у которых есть идеи, но нет, как вы сами понимаете, финансов на реализации данного проекта или идеи. Например, у вас есть какая-либо новая идея, и, как всегда, нет финансов на осуществление его. Вы ищите спонсора там, да, или просто не знаете, куда обратиться. В этом случае вам на выручку придет система краудфандинг-способ сбора средств для вашего проекта. Есть такие сайты, как planeta.ru, kickstarter.com, boomstarter.com, вроде бы, если не ошибаюсь. Вот на этих сайтах вы можете оформить свой проект, то есть сколько средств вам нужно собрать для реализации этого проекта, оформить как надо, снять видео, приглашение к вашему проекту, и все как надо сделать, в общем. Только в том случае вы сможете собрать средства для вашего проекта. Вот именно на сайте planeta.ru я открыл свой проект по сбору средств для записи дебютного альбома моего первого, «Змываем облака» он называется. И он пока находится на модерации, но мне сказали, ответили точнее по почте, что проект на сайте правильно заполнен, все данные я туда загрузил, видео, картинки, аудиозаписи, которые есть, акции расставил, сейчас я вам расскажу, что такое акции. В общем, и сейчас он на модерации, и мне отправили такие, как бы, задачи. Мне нужно снять скан своего паспорта, ИНН, а также заполнить договор, договор, где прописаны обязанности и права организатора этого сайта, и, ну, то есть, меня, организатором проекта. То есть, ну, я же записывал свой дебютный альбом, вот какие мне права нужно знать. И, в общем, ставишь там подпись свою, что все это соблюдать будешь. В общем, просто так там не улизнешь, как вы могли подумать, там, собрал деньги и удрал. Такое невозможно. Обязательно нужно реализовать свой проект на то, что ты собираешь средства, и показать результат. Именно нужен результат в конце, чтобы люди не разочаровались в тебе. Такие дела. Там есть акции, то есть, ты в правой колонке на сайте располагаешь акции, ну, ставишь цену, сколько люди платят тебе, ну, уложат в твой проект, и за эту цену ты должен им что-либо дать. Например, я там поставил 500 рублей, это там CD с автографом, ну, уже готовый альбом, то есть, я высылаю по почте. Там 900 рублей, например, у меня стоит урок по гитаре или по баяну или на губной гармошке. То есть, человек, если нажимает на эту акцию, он отправляет на мой проект 900 рублей, например, и получает взамен что-либо. А раз 900 рублей, у меня это урок, урок по гитаре, по баяну или губной гармошке. Такие вот дела, друзья. И все это нужно соблюсти. Модерация очень строгая, ее просто так же не пройдешь, нужно оформить как надо. Только в том случае у вас все получится. Ну, а я вас, друзья, призываю поддержать мой проект еще раз. Надеюсь, вы теперь поняли, что такое краудфандинг, система финансирования. Вы как бы вашими спонсорами вашего проекта становятся люди, которые обитают в интернете. Любой человек может стать вашим спонсором. Только кто-то в большей степени, не кто-то в меньшей степени, ну, кто сколько положит. И вот я вас призываю поддержать мой проект по записи дебютного альбома. Ссылку вы увидите в описании. Очень хочется мне записать этот альбом, потому что давно я этого хотел. Песни готовы. Я хочу их оформить как надо. И надеюсь на вашу поддержку, хоть какую-либо цену. Вы, если можете, оставьте, пожалуйста, на страничке этого проекта. И взамен вы, конечно же, получите очень интересные акции. Посмотрите, ссылка будет в описании. Если понравится проект, вы можете... Не проект, а акция какая-либо. Вы можете ее купить и взамен получить приз от меня какой-либо. Вот такие дела. Что еще касается краудфандинга, не медлите, друзья, если у вас есть хорошие идеи. Просто сядьте, распишите все, как должно быть. Если нужен сбор средств, могли бы на трех сайтах, которые я вам озвучил, найти средства для вашего проекта. Планета.ру, Kickstarter или Boomstarter. Вроде бы так называется. Третий, если не помню. Ну вот, англоязычный сайт, самый, который первый появился. И самое главное, это kickstarter.com. Если у вас есть такая возможность, друзья, очень прошу вас поделиться моим проектом, ссылочкой с вашими друзьями в социальных сетях, чтобы они также могли узнать о нем, поддержать меня. И в будущем, возможно, все у нас получится. И, возможно, должно все получиться. Если, конечно же, мы это все сделаем вместе. Хорошая погода, друзья. И поэтому продолжаем с вами наш блог. И вторая тема, которую мне хотелось бы осветить сегодня, это ответ на вопрос, который мне задали в сообщениях на YouTube под видео. Это, каким оборудованием я пользуюсь для съемки и записи видео, в какой программе обрабатываю. Так звучит вопрос. Друзья, начну с камеры. На нее прямо сейчас снимаю. Это Canon 550D. Реклама, мы выплатили, конечно. Шутки шутками. Но так и есть. Canon 550D. Показать не могу. На нее снимаю. Но вы можете Яндекс или Гугл пробить. Камера хорошая. Просто нужно уметь снимать. Это зеркалка, сразу скажу. Она у меня уже около, не около, а 3 с лишним года. Примерно 3 года. Да. И я доволен ей. Второе, что я делаю, у меня никакого микрофона нет, друзья. Когда вот сейчас я рассказываю или в комнате, когда снимаю каверы или уроки, у меня там нет микрофона никакого. Просто я закрываю все двери в комнате, все окна, чтобы никакой шум не проникал в комнату и, соответственно, не попадал в микрофон камеры. Сразу скажу, что у камеры микрофон хороший, звук стерео. И, в принципе, все. Больше ничего не использую. Потом я обрабатываю это все в программе Sony Vegas Pro 12. и звук я там также практически не обрабатываю. Просто в эквалайзере поднимаю чуть-чуть басовую линию, чтобы чуть-чуть ага, помощнее у меня голос был и пение. Не поэтому, конечно же, ну, такие вот движения я провожу. Иногда, изредка в песне или во время исполнения добавляю ревер для эха, если песня такая лирическая, мелодичная, для красоты, конечно же. Ну, и в последнее время я ее перестал использовать, чтобы звук был чистый, натуральный. Еще есть хорус, такое удвоение звука чуть-чуть идет. Этот эффект тоже добавляю. Гитара звучит как-то красиво. И больше никаких эффектов не использую. нарезаю все, что я отснял, ошибки выкидываю, соединяю, ставлю аккордики, стрелочки, бой, оглавление. Но все это занимает довольно-таки много времени. Если упорно сидеть, уйдет дня три на все это проделать, закинуть, на ютубе тоже все это заполнять, теги и описания очень долго. А если вот понемножку каждый день делать, то дней пять уйдет. то, чтобы проделать это все. Сейчас планирую в будущем использовать хромакей, чтобы не просто свой, как, ну, фоном у меня дома кровать, там, стена была, а действительно какую-либо картинку поставить в природу, чтобы вам интереснее было смотреть. но это еще в планах. Всегда пользовался программой Sony Vegas, но есть желание освоить другую программу под названием Adobe Premiere или Adobe After Effects, это уже более профессиональная программа, там можно делать всякие эффекты, 3D. Но мне, конечно же, для уроков гитары не нужны они, потому что там главное показать, чтобы вы поняли, как играть ту или иную часть песни, всю песню, там риф гитарный, но освоить-то нужно, как-никак, я изредка бывает и другие проекты выполняю, для людей снять клип, отмонтажировать это, и порой не хватает функций в самом Sony Vegas, поэтому охоту не освоит и Adobe Premiere или After Effects. Думаю, на этом мы с вами закруглим третий выпуск парафраз от Раиля. Желаю вам всего наилучшего, давайте, друзья, ставить цели, достигать их, и хватит сидеть на месте. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok